Всем здравствуйте! Наконец-то я заказал себе плату на принтер Enter3 Pro, материнскую плату. Дело все в том, что когда я менял хот-энд, я купил новый экструдер и купил новый шаговый двигатель, он был в комплекте. И на материнской плате сгорел драйвер на экструдер. Он у меня достаточно долго стоял, наверное 2 или 3 месяца стоял, никак не мог выкроить время для того, чтобы затремонтировать и заказать плату. Наконец-то я плату заказал. Пришла она очень быстро, несмотря на то, что заказана с Алиэкспресс. Заказывал в фирменном магазине. Плата пришла вот в такой вот упаковке, весьма неплохой упаковке, не повреждена, ничего. Это уже улучшенная версия, более бесшумная, но драйвера, увы, все так же впаяны. Я не стал брать другую плату для того, чтобы не столкнуться с проблемой перепрошивки, потом дополнительной калибровки и все остальное прочее. Решил взять уже именно ту плату, которая стояла. Ну, собственно, вот по истечении нескольких месяцев я все-таки добрался до своего 3D принтера, до конца его отремонтировал и произвел некоторые, скажем так, дополнения, улучшения. Из печатных дополнений это направляющая для филамента. Ну, это такая маленькая прихоть, наборчик инструментов. Ставится он вот так вот, ничего никому не мешает, прекрасненько все стоит и при этом инструменты в доступе. Еще из печатных сделал вот такой крепеж для катушки филамента. Катушка закрепляется и на подшипниках уже она крутится спокойно. Единственное, что были поставлены подшипники 608Z. Ну и просто взял металлическую шпильку с резьбой М8. Все это продается в обычных магазинах, все это можно легко купить. Катушка очень удобная, мне она очень нравится. Крепится она достаточно просто. Можно ее закрепить как на верхнюю часть, где обычно крепилась старая катушка. Ну, либо я вот распечатал дополнительно, можно ставить на низ. Но мне на низ не понравилось. Почему так? Ну, как-то не пошла у меня. Поэтому филамент у меня ставится наверху. Вот так вот он закрепляется и катушка на подшипниках спокойно ходит. Если вам не нравится ход, например, можно чуть подзатянуть. Она будет менее плавно двигаться. Ну, еще раз печатал вот такую вот направляющую для филамента. То есть, получается, филамент, когда проходит, он идет по широкой дуге, не натягивается, ни катушка не натягивается. То есть, и филамент идет более легко. То есть, достаточно удобное печатное дополнение. Что касается покупных дополнений, поставил полностью новый алюминиевый экструдер. Пришлось мне поменять полностью главную плату, потому что на старой выгорел драйвер как раз-таки экструдера. После замены платы у меня не получилось запустить изначально принтер, но это была ошибка моя при подключении. Неправильно подключил разъемы, переключил разъемы в нужные места. Все прекрасно заработало, все отлично работает. И самая моя главная проблема была, постоянно задирался пластик, не прилипало. Это было на штатных подложках от Creality. Собственно, проблема была в том, что стол по четырем углам был нормальный, а в середине у него был провал. Поставил стекло, все шикарно печатается. Один раз откалибровал, все великолепно печатается. Использую вот такой клей-карандаш Perich Krause. Мне хватает его больше, чем нужно. Кстати, да, по поводу платы. Плата была уже куплена версии 2 с бесшумными драйверами. Единственные шумы, которые сейчас издает принтер, это вентиляторы. Поменяю вентиляторы на более бесшумные. Его спокойно можно будет оставлять в комнате на печать. Но это будет чуть позже, как бы не сейчас. А, ну еще распечатал крышку, закрывающую плату экрана. Ну, сейчас не видно. Что касаемо вот печати, распечатал несколько тестовых моделек. Печатал их просто вот, взял, поставил в одну кучку. И с одними и теми же настройками напечатал. Единственное, что вот тут немножко там буковки не видно. Но это печаталось 0,4 соплом. Она не очень хорошо вышла у меня. Печать точная. Вот здесь вот кубики все 5 миллиметров. То есть там отклонения были при измерениях сотые миллиметра. То есть все размеры выдерживают четко. Вот такой кораблик. Но я допустил большую ошибку. Я не забыл убрать поддержки. Поэтому он такой слегка покоцанный. Прошлось из него изнутри выдирать поддержки. И, собственно, сейчас печать у меня просто великолепная. Распечатал вот такие вот рога. Печатал их для капслея. Для капслея съемки. Распечатались они очень быстро. И очень хорошо при условии того, что как бы качество печати я выставлял не самое хорошее. Также печатал 0,4 соплом и пластиком ПЛА. Вот такие вот изменения. А, еще изначально я неправильно поставил при монтаже блок питания. Вот эту стойку, получается, я поставил кверх ногами. И блок питания у меня стоял выше. Перевернул стойку, поставил правильно. Все теперь на месте, как должно быть. И вот влез подставка для инструмента. Вот такие вот изменения я внес в свой принтер. Все ссылки на покупные запчасти и на напечатанные я напишу в описании. Всем спасибо! Подписывайтесь на канал, смотрите сборки, смотрите обзоры. До свидания!